Книга «Открытым оком», 6-й том, вопрос 1512. Как же вы говорите, что молчальничество и отшельничество не имеет основания на страницах Библии? Откуда же тогда эти молчальники взяли свои уставы, и у них были ученики, которые тоже учились всю жизнь молчать? И разве Бог не услышал их? Они прославлены не только чудотворениями в жизни, но и от их мощей исцелялись больные. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Относительно того, что Бог прославил их, и они чудеса творили, и мощи их были посильнее наших поликлиник, это проверить никак нам невозможно. Поверим на слово тем, кто это пишет. И что из этого выходит? Разве Христос сказал, что это, если будут подобные качества у человека, то этим вот и нужно определять истинность его веры и подражать ему? Конечно же, нигде так не было написано, и не могло быть так написано. В Библии это предвидено, и оставлено нам в виде четкой программы, как определять истинность нашей веры. Второе послание Тимофею, вторая глава, второй стих. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Вопрос. Чему нужно было учить, передавать верным, способным понести эту весть? Речь шла о жертве Христа и о Его любви. Понесли эту весть в мир молчальники. Дух Божий обещал научить молчать или свидетельствовать другим эту благую весть. Деяние апостолов, первая глава, восьмой стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями во Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Ясно, что и нам нужно не самовольничать, а творить волю пославшего нас Духа Святого, как творил Христос волю своего Небесного Отца. Евангелие от Иоанна, шестая глава, тридцать восьмой стих. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Господь нигде не говорил, что даст своим последователям такие силы, чтобы они тренировались в пустыне десятки лет, упражнались в молчальничестве, чтобы перемолчать противников, и чтобы нашему молчанию не смогли бы противоречить язычники. Евангелие от Луки, двадцать первая глава, пятнадцатый стих. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Но вот появились люди, которые пишут свои уставы, как молчать. Ибо при разговоре сила теряется, и нужно крепко трудиться в молчании. Пишут книги о том искусстве молчания. Прочтем маленькую заметку из древнего Патерика. Глава вторая. О том, что со всем старанием должно искать безмолвие. Ава Антоний говорил. Как рыба, находясь долго на суше, умирает, так и монахи, находясь долго вне кельи или пребываясь с мирскими людьми, делаются неспособными к подвигу безмолвия. Посему как рыбе необходимо пребывать в воде, так и мы должны пребывать в кельи, дабы, оставаясь воной, не забыть о внутреннем гдении. Ава Арсений пришел некогда в одно место, где рос тростник, и колебался от ветра. Старец сказал братьям, что это за шум. Братья говорят ему, это шумит тростник. Старец сказал им. Подлинно. Если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не может сохранить прежнего состояния, тем более трудно сохранить его вам, слыша шум сего тростника. Библия же предупреждает, чтобы мы не падали в оморок от величия тех, кого церковь признала под именем великих. Оказывается, что есть еще более великое – это Слово Божие. И оно грозно предупреждает и дважды к ряду анафематствует за отступление от написанного в Библии. Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. И нигде во всей Поднебесной нет двух анафем к ряду за одно и то же преступление. И этим преступлением является отступление от написанного, отозреченного Духом Святым в Священном Писании. А православным и нужды нет никакой до этих двух анафем. Да хотя бы и три анафемы тут стояло, все равно будут лепиться к потерикам и молчальникам. Ибо это молчальничество, ох, как много ближе невозрожденной природе ветхого Адама, чем та проповедь, что принес Христос. И изрекли святые божьи человеки, чьей рукой водил Дух Святой. Послание к евреям, 5 глава, 11 стих. А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Молчальничество есть не просто неевангельское учение, а кричаще антиевангельское. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Молчуны великие промолчали свой народ, промолчали Россию. Говорун с броневичка на финляндском вокзале, дворянин православный Ульянов Володя, так легко вошел в умы и в сердца тех, кому не хотели чудотворцы молчуны и чудотворцы-затворники донести Евангелие. Тут будут трудиться иные духи. Язык нужно обуздывать и говорить только полезное, а не просто молчать. Притчи, 15 глава, 4 стих. Кроткий язык — древо жизни, но не обузданный сокрушение духа. Сирахов, 52 глава, 30 стих. В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить его. Псалом, 33, 14 стих. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Иов, 4 глава, 2 стих. Кто может возбранить Слово? Оказывается, могут и даже через это прославятся. Что дороже Слово Божие, которое полезно всем? И не сказано, что его нужно законопатить в себе или в келье, засургучить под надзор настоятеля. Но нужно нести его погибающим, если любишь людей, по заповеди Божией. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Сирахов, 5 глава, 27 стих. Не удерживай Слово, когда оно может помочь. Второе Тимофея, 4 глава, 2 стих. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Молчальникам никак нельзя подражать, но нужно их обличать, чтобы они пошли совершенно ложным путем самоправедности и путем нелюбви к Слову Божию, то есть и путем нелюбви ко Христу. Чье имя они миллионы крат повторяли про себя. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 1 Петра, 1 глава, 25 стих. Но Слово Господне пребывает вовек, а это и есть то Слово, которое вам проповедано. Римлянам, 10 глава, 8 стих. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово Веры, которое проповедуем. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Посему и мы непрестанно благодарим Бога за то, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово Человеческое, но как Слово Божие. Каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Православные носят только названия православных. На самом же деле, это самые настоящие подражатели идолопоклонникам. И когда им докажешь, что молчальники не знали Евангелие, что это явление совершенно противоречит Новому Завету, тогда они подсовывают тебе мирточивые иконы или еще что-то вовсе уж не суразное и говорят, ну уж об этом-то ты никак не скажешь, что оно не по Писанию. Прямо так и видишь этих вавилонян, раздинувших рот от чудес виловых. Даниила, 14 глава, 24 стих. И сказал царь Даниилу, не скажешь ли и об этом, что он медь? Вот он живой и ест и пьет. Ты не можешь сказать, что этот бог не живой, и так поклонись ему. Великий день Кирилловой кончины. Каким приветствием сердечным и простым. Тысячелетней годовщины святую память мы почтим. Какими этот день запечатлеть словами, как не словами сказанными им. Когда прощался с братом и с друзьями, он нехотя свой прах тебе оставил Рим. Причастные его труду через целый ряд веков, через столько поколений, и мы, и мы его тянули борозду среди соблазнов и сомнений. И в свой черед, как он, не довершив труда, и мы с нее сойдем, и словеса святые, его воспоминув, восклипнем мы тогда. Не изменяй себе, великая Россия. Не верь, не верь чужим, родимый край, их ложной мудрости или наглым их обманом. И как святой Кирилл, и ты не покидай великого служения славянам. Федор Тючев